Вот приехали ко второму мостику. Вот стоит ограничение скорости 5 километров. Газель. Андрей везет. Едет за рулем вернее в стену. Андрей, подожди! Стой. Я к вам. Мне сказали сесть в последнюю машину. Тебе надо было на переднее сиденье лучше сесть, чтобы ты могла вставить. Жижа для этого доносила. 5 километров. До первой скорости даже медленно. Вот 5 километров. Че это он? Наверное, на оглох. А то на пониже. А вдруг он ударился с этой стороны? Да, песочек. Мне интересно, как он тут идет. Даже ищи сверху щебенку, наверное, в дождь туда плася. Че с ним? Я в красу подниму. Хочешь? Наверное, хочет. И песок все-таки лучше, чем глина, наверное, да? И вот тройку как раз вот из дерева. А, нет. Фебенка сама лучше. Без дороги профессионал. У нас профессионал, шофер едет. Все знает что-то. Да, все. Видишь, не страшно. Даже хотели их сделать. Я хочу. Да, да, нет. Сейчас, наверное, если пойдет точно, вообще, не нужно снять. Ну, а почему Игорь так сказал? Чтобы вода стекала. А так она вот здесь, она будет стоять. Не, мы там же спуски сделали специально. Вода будет. А то, что по мелочи, она потом высохнет. А большое будет туда сразу. То есть, 8 спусков сделали. Вот и где низи, на самом деле. Ну, че-то кругами надо ходить. Че-то все... Мне же попасти нужно. Спишь. Спишь. И вот тебе. Я засниму, я засниму сейчас, езжайте. Чего вы мне? Без вас понимаю все это. Я засниму сейчас. Пять машин из двенадцати. Еще я был семь. Как раз сейчас прикатаем песочек. Я специально так было задуманно. Что бы одну машину не гонять туда-сюда, да? Вот прорыты спуски для воды. Да, 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 да. Семь штук на этой стороне, на правой сейчас мы едем. И на левой один спуск там, вначале будет шесть. Остальные все сюда. Останавливаться, поэтому на западу съездить, да? По-моему, наверное. Зачем я тебе вижу такое? А давай ты сюда, коров, пойдешь, пости. Может, даже колонну не смешиваю. Не смешиваю. Не смешиваю. Эти колли не прорастуты у вас, нет? Эти колли не прорастуты у вас, нет? Эти колли не прорастуты у вас, нет? Да, можно разбрестишь. А, нет, они же ошкуреные. Те, которые садились специально, те прорастли уже. Те, вытащи всех оттуда, сюда, подойдите. Еще кого-то не хватает? Кого нету? Кого нету? Яна. Что? Сейчас это благовестие. Как? Сделай так, чтобы слышно было. Вот сегодня воскресный день. Вот мы приехали сюда. Это не работа никакая, это тоже отдых, это тоже крестный ход. Вот это вот мы начинали когда делать, это мы уже четвертый раз к ней приступаем. Постепенно наращивали. Уплотнялось, подходило, а нынче вот это отрезали. Вон где свай сколько забили. Там сорок с лишним свай. Это в лесу работали, потом ошкуряли, потом заостряли, промазывали и далее долбили. Кувалда 11,8 килограмма. Мы известили. Чтобы вот ее готовы сюда поставить, с двух сторон двое держат, не руками, а лопатами. Нужно ударить примерно 20 раз. У нас ушло на это. Примерно 1200 свай. 1200, считая тот, который Камагориха считается. А нужно ли это? Вот не нужно это, ничего не надо. Если ты в телесном плане никакой спать любишь, церковь и Библия не одобряет это. Написано бодрствуйте и молитесь. Поднять на ночную молитву далеко не каждому удается. Мы пришли, чтобы подновить. Самое дело Божие, которое было, в памяти подновить. Люди не верят, что был Ноя потоп. Его не было. Я спрашиваю, а объясни вот это вот ложок, каталог идет. Вон дальше видно, что вровень идет, а вот это промыв. Вот здесь приезжали люди, тут были и профессора, кого не было. Я говорю, объяснение какое? Ну вы любите свои идеи. Там Яфихи говорит, не надо, отбросим. Объясните. Ну вот смотрите, лог. Вот этот край, они ровно идут. И вот оно начинается у меня, дальше уже нет. Но концовка одинаковая. Все на уровень доходят того, который главный лог идет. Вот этого, что ее не было, вот она идет. А дальше идут ложки, вот эти маленькие. До Андреяшина лога около 15 отрожек идет в сторону. Начинается там, где деревья. И начинается только шире, шире. До уровня главного лога доходит все. Это означает, что? А ты ванную дырявую возьми, насыпь земли. А потом открой и видишь, как вода потечет. И вы сделаете вот эти ложки. Если это не так, то как? Объясните. Савваторов никто не копал. Бульдозеров не было. Кто это сделал? Ну что это было, ну ровно, ну так понятно. Вот начинается. Все говорят одинаково. Это промыв воды. Как? Почему сейчас она промыть не может? Чтобы промыло, она должна вода вот это заполнять. Чтобы бока такие сделать. Гор нету. Никуда. А деревья в течение года были под водой. А когда под водой долго, они не стоят. Вода когда хлынула и Господь открыл окна под землю. Деревья все эти хватало, тащило и сразу землей заваливало. Чтобы каменный уголь получился он из деревьев. Там стволы прям получаются. Это надо, чтобы дерево на дерево ложилось. Иногда идет не 20, 30, 40 метров толщины. В лесу так не бывает. Дерево одно упало. Там когда то упадет, это сгнило уже. Притом мгновенно без доступа воздуха. Это как? Ну как поток шел под землю. Эти девственные леса. Это вся земля покрыта была лесом. Туда. Сверху землю вот она намывала, закрыла. Караганда. Учиться ничему не надо глупому. Вот это вот конкретно скажи. Мы увидели. И Господь говорит, как было в одни ноя. Господь прямо обращается. Так же будут отрицать. Не верь, не слушай. Этот мир сгорит в огне. Нам даже не верится. Так мирно, так хорошо. Внезапно утром узнаем. Началась война. А может быть тряхнет и не проснешься. Итак, бодрствуйте и молитесь. Ибо не знаете, в который сейчас придет Господь. А как придет? Посещением своим. Когда Господь призовет душу. Вот сегодня я упал, умер, меня Господь нашел. И так бодрствуйте. Что означает бодрствие? В молитвах притом бодрствовать. О чем ты молился? О чем просил? Я стоял сегодня и просил. Господи, расположи сердца людей. Приехать, посмотреть и отдохнуть дома. Не в Горный Алтай ехать. Там шаманская дыра, связь с космосом. Все холдуны мира едут сюда в Горный Алтай. И мы туда же тянемся. А мы побыли сегодня здесь. Как одна семья. Благодаря Бога. Мне батюшка говорит, нам главное вот это дамбо. А рыбы это нет. Мы едем, он около дороги стоит с тарелкой. Я говорю, а как кто узнал, что мы едем? А я в окно вас увидал. Главная рыба. Эта рыба хорошая. Называется золотистый карась. У него до ребер. Там дверка, которая идет. А дальше позвоночник. Так вот верхняя часть. А у него косей вообще нету. Есть серебристый. Из Икутии писали. Говорят, у нас серебристый, но вот такой косистый. И вот мы приехали сюда, чтобы поблагодарить Бога. Вот это вот где зелень. Полуостров-то. Это остров. Вот только зеленая часть оставалась на виду. Все вот это вот было под водой нынче. Ушла и высохла. Весной будет подниматься. Нигде ничего не разбирать. Вы видите, сколько у нас запас воды? Для воды. Два метра. А поднимется на 70 сантиметров. Метр тридцать. Это вообще неприкасаемое. Договорились? Я сюда привозил бабушек, всех показывал. Ну, если хотите знать. Ну, вот видите, бульдозер шел. Вот. Вот такой же самый ложок. Вот там какие бульдозеры ходили? Вот этот лог. Какие бульдозеры? Их не хватит бульдозеров в мире, чтобы такие лога прорезать. Так это не только у нас. И вот смотрите, вот вода, где она была. До облаков. Километра 3-4. Здесь киты плавали. И вот она вода отохлынула. Вот она главный ток. А это вот остатки стекали с разных сторон. За этими деревьями уже вот этот отложок кончается на нет. Ты задумывался об этом? Это не моя идея. Ты просто, ну, найди другое решение, объяснение какое. Что вода, это все одинаково. Даже противники у вас. То, что я говорил. А если вода, откуда она могла взяться? Вода должна не меньше, чем вот идет. И она должна хлистать, вымывать. И вода, да. Земля должна быть размокшая. Земля. Вот она была под водой. Все на этом. Едем домой. Понятно. Идем. Слава и счастья. Нас осталось 5 тысяч. Что, все, да? А Володя, где у нас? Давай, Володя, садись. А то ничего. Давай, давай, давай. Давай, давай.